ВИЗ ВИЗ – это упражнение на гимнастических снарядах, в котором плечи находятся ниже точки опоры. Основная цель таких упражнений – удержание тела на весу. Исходное положение для ВИЗа – когда тело находится ниже точек хвата. Хват – это положение рук при ВИЗе. Хват может быть верхний или сверху, нижний или снизу. И разноименный – когда одна рука лежит сверху, а вторая – снизу. ВИЗ может выполняться стоя, присев, лежа, согнувшись, сзади и т.д. Сегодня мы изучим ВИЗ, стоя на согнутых руках. ВИЗ на согнутых руках в первом классе лучше выполнять на гимнастической стенке. Из ВИЗа, стоя на согнутых руках, хватом сверху, ноги стоят на первой или второй рейке. Опуская ноги, снять стопы с опоры, принять ВИЗ на согнутых руках, подбородок выше рейки и зафиксировать это положение на 5-10 секунд. Попробуйте повторить это упражнение несколько раз. Еще мы сегодня изучим технику кувырка вперед. Кувырок – это простое упражнение, но при его исполнении нужно помнить про технику безопасности. Внимательно слушать учителя и смотреть, как он показывает упражнение. Не отвлекаться, не выполнять упражнения без команды учителя. Если ученики выполняют кувырки друг за другом, потоком, то нельзя делать кувырок до тех пор, пока предыдущий ученик не сошел с гимнастического мата. Перед выполнением кувырка необходима разминка, особенно на мышцы шеи. Сделать подготовительные упражнения, группировку из положения лежа, перекаты в группировке из исходного положения, упор присев спиной к мату. Итак, чтобы выполнить кувырок, необходимо сгруппироваться, принять определенную позицию. Группировка – это положение тела, при котором ноги согнуты, приближены к груди и удерживаются в этом положении хватом рук за середину голени. Голова находится между чуть разведенными коленями. Лягте на спину, сделайте группировку, удержите это положение 5 секунд, повторите 3-4 раза. В этом же положении, группировкой из положения лежа, покачайтесь вперед-назад, ощутите круглую спину. Сядьте в упор присев, теперь наклоните голову вперед, колени немного разведите, руками возьмитесь за середину голени, спину округлите, покатайтесь так немного, перейдите в положение упор присев. В упоре присев, руки на расстоянии 30-40 см впереди, разгибая ноги, согните руки и наклоните голову вперед так, чтобы затылком коснуться пола. Вернитесь в исходное положение, сделайте так несколько раз. Перейдите в положение упор присев. В упоре присев, руки на расстоянии 30-40 см впереди, оттолкнитесь ногами на кисти рук и перекатитесь на спину. В перевороте разомкните ноги и возьмитесь руками за середину голени, вытяните руки вперед и придите в положение упор присев. Еще раз вспомним о безопасности исполнения этого упражнения. При кувырке нельзя ставить голову на лоб или на теме, надо округлить спину и крепко взяться руками за голени, прямое тело никак не перекатится. Руки в начале кувырка выполняют опорную функцию, а ногами вы немного отталкиваетесь, перенося массу тела вперед. Поиграем? Игра удочка очень проста, но развивает силу, ловкость и прыгучесть. Ведущий берет веревку с грузом на конце, играющие становятся в круг. Их задача сделать так, чтобы веревка, которую начинает вращать рыбак, не коснулась их ног. Если веревка коснется ног игрока, он выбывает из игры.